Привет-привет-привет! Свершилось, свершилось, свершилось. Мы так долго ждали. И мы такие все в счастье и радости. В общем, Ире пришла машина. У Иры BMW сейчас и будет тоже BMW, но новая классная. Вообще супер-супер-супер фарш, M-пакет. Все как положено. Сейчас поедем. Не сейчас, а завтра утром поедем ее забирать. Вообще расскажу вам, как Ира купила BMW. Она такая, ну, кажется, мне дадут кредит. Она жила-жила, там у нее были какие-то, знаете, кредитные истории в Америке. И она говорит, ну, я уже вроде как могу купить себе хорошую машину, но Лена всегда говорит, что BMW – это хорошая машина, и поэтому она купила себе BMW. Первая ее машина была X1. Она вообще чудесная, прекрасная. В нее влазит стиральная машина. Мы проверили. Еще влазят трехметровые доски, 10 штук. Мы тоже проверили. Мы много чего проверили, и мы ее очень сильно любим, эту машину, но пришло время поменять. Вот поэтому буду вам показывать, как мы завтра поедем ее забирать. И сейчас еще нужно сходить в магазин. Кое-что купить для Иры. Все, цветы куплены. Это мне этой Иришки. Решила белые взять, потому что у нее белая машина, и, ну, они красивые. Как эти называются? Гортензии, да, или что-то типа того. В общем, все, взяла Иришки-цветочки. Мы выбираем себе. Тут некоторые прям, вообще, пожухлые какие-то, не знаю. Вот сегодня вот что-то умерла. Короче, не знаю. Я думаю, между людьми вот такими… Они что-то слишком, слишком яркие. И, в общем, я думаю теперь насчет вот этих. Белые, у нее белая машина и белые цветы, мне кажется, круто. А себе хочу вот такие купить. Мне так нравятся. Вообще красивые. Кимусик, ты какие выбираешь? Ира, я снимаю видео. Какие у тебя эмоции? Я пока спокойствую. Оделась в это… Корпоративный стиль. Себя и БМВ. Цветы, короче, сдохли. Они просто все завяли вообще. И поэтому придется купить новые цветы. Вот. Такие. Ты рада встречаться со своей малышкой? Мышкой-малышкой? Нет. Такожная малышка. Вот это была белчонок у меня. А там у меня белчиха. Растем. Растем. Вот. И разделала маникюр. Педикюр. Помыла голову. Сделала пилинг лица. Поэтому такая розовая. Ну, не очень видно. Ну, может, чуть видно. Вот. И вся такая, типа, красивая едет за тачкой. Заготовилась, так сказать. А я помыла дельца. Уже хорошо. Уже хорошо, да. Ты накрасилась? Ну, ладно. Да, я накрасила. Брови-то нарисовала, чтобы были где-то. Куда смотреть стоя? Весь глаза. Брови – это шторы лица. Ира, какие у вас эмоции? Прекрасные эмоции. Восхитительные эмоции. Прощаемся. Прощаемся с малышом. Ты плачешь, что ли? Нет, не плачу. А чего я плачу? Мы же другую, другая же будет. Буквально через пару часов. Пока, крошка. Мы тебя любили очень сильно. Спасибо тебе за все. Говори спасибо. Спасибо. Вот. Вообще хорошенькая, детка. Снимаю, конечно. У нас этот, влог. Да, идет. А ты рада, что ты причастна к этому видео? Конечно, конечно. Это гораздо лучше, чем в кино сходить. Она мне пишет, говорит, какие планы? Я говорю, бесконечная работа и хочу в кино. Она говорит, ну или поехали со мной. Я говорю, конечно. Нет, я не писала. Ну, наверное, тогда ты не поедешь со мной забирать БМВ. Еще чего. Красотки. И вот моя красотка. В белом. Рай выглядит так. Что? Да, да, да. Это постоим. Постоим. Мы хотим... Вот это мне нравится. Вот эту хочу. Красота вообще. Ржается малышка Ир. Она, смотри, это чисто нам. Она белая, черная и золотая. Чисто тебе. Я хочу черную и золотую. Да, такое мне не очень нравится, но красиво. Очень нравится. Да. Красный салон. Ох, ё. Какой красивый знак, смотри. Очень, конечно, круто. Вообще. Просто. Сплошная панелька. Там так красиво все. Вообще. Пусто. Вот здесь пусто получается. Клево. Ну, типа, это вот ни в чем себе не отказывайте. водичка навситая слег. Это воду раздобыла. Спрингфилд, спрингфилд. БМВ, это салон здесь. О, я пойду вот сейчас поиграю. Ох, а я думала, он крутится. Он не крутится. Чик-чик-чик. Вот это очень приятно и что-то такое. Ох, а я думала, он крутится, а он не крутится. Ну, тут все как положено. Пип-пип. Вот это я не знаю, что такое. А, подогрев руля. Карбончик. Ну, такое. Норм. Так, Ира не решает мне фоткаться с машиной. Потому что она говорит, фоткайся с моей. Ира, посмотри на меня. Видите, как зафот. Ну, такое же вообще прикол. Она так блестит. Нюхаешь? Знаешь, некоторые нюхают детей, когда они рождаются. Блин, ну это же чисто для меня. Это вообще чисто для меня сделано. Чего, крыша? Да, кстати. Я очень хочу. Хотя, Зафар сказал, что они тухнут. Типа, плохо. Мне нравится очень. И вот эта блестяшечка. Это вообще как я хотела. Можно просто такую блестяшечку? Можно мне в Ниссан поставить такую блестяшечку? Красота. М-пакет. До свидания. Вручаем. Под цвет моих глаз почти. Целуй. Да. Новенький. Новенький. Пахнет новой машинкой. Класс. Идемте. Так, идем смотреть. Ой, сейчас пойдем на лифте. Золотой лифт. Мы так и хотели. Это все для тебя. Все для меня. Я поклонник золотом, это я серебра. Я поклонник БМВ. Вот именно. В золотом цвете. Да, в золотом цвете, да. Всегда любила БМВ. С детства. И Америку. И Америку тоже с детства. Да, греешь. Видите, я нашла друзей как надо. У нее не было выбора. Она в Австралию хотела в детстве. А можно приделать красный бант? Не отрывай. О, это же рай. Как он выглядит. Ну-ка, давай, нажимайте кнопку. Смотрит на нас, малышка. Какая малышка. Королевка. Королевская машина. Какая красивая. Самая красивая. Какая у нее красивая морда. У нее заяк. Хорошенькая. Радочка теперь будет на тебе кататься. Все ради Радочки. Все ради себя надо. Какова красота. Вообще. Звезда. Потому что звезда тут будет ездить. Ира, ты рада? Конечно. Я пока не могу. Я только застряла на усилом мышцы. О, боже. Что у меня за стиральные машины? А почему мне говорили, что маленький багаж приходит сейчас? Да он такой. Он невысокий. Да пахнет просто как невероятный. Пахнет вообще. Какой салон мы должны посмотреть. Салон тут. Красота. Сейчас тут будет блестяшечка. М-пакетик. Вот она. Наша красота. И вот это. Ай-яй-яй. Узочки свалились. Вот она, блестяшечка. Как красиво. Как красиво все. Господи, как пахнет. Запах новой машины. Кто самый счастливый человек? Красотка. Все как ты хотела. Бант. Дальше у нас есть luxury seating package. У нас идет front massaging seats. Врубайте. Значит ты едешь и у тебя вот так вот. Машина, хоть кто-то мне массаж будет делать. Дальше у тебя значит M-sport пакет. Окей. Значит большие колеса. У тебя адаптивная подвеска тут. М. Класс. И shadow line. То есть вот это вот все, вот это черное, то, что сверху. Там это вот называется shadow line trim. Окей. Все это в этом пакете. Дальше у тебя есть parking assistance package. Это вот тебе тут parking assistance. Значит, drive recorder. Ты когда едешь, он тебя записывает. О, класс. Как это называется? Вот есть же что? Вот есть то, что вот это вот. Когда крепят. Да, крепят. Тут ничего крепить не надо, оно уже внутри. Окей. Да, кстати, вы заметили, как это римлос называется. Вот этот вот. Форма этого? Ты видишь, нет вот этого вот. Да. Эджелес или римлос. Вот этот вот продукт. Ага. Дальше смотри, у тебя есть active park distance control. То есть, ну, у тебя вот эти партнерики, он у тебя, если ты не затормозишь, он затормозит, тебя поправят всегда. И вот surround view 3D view camera. То есть у тебя камеры вообще по... По... По периметру. По периметру. Да, дальше у тебя есть премиум пакет, она ремонт engine start. Окей, wireless charging, вот у тебя есть. И дальше у тебя carplay, active blind spot detection, lane departure, park distance control. Она еще у тебя mild hybrid system здесь стоит установлен. То есть, чтобы у тебя бензин этот не... Экономия бензина? Очень сильная. О, это хорошо. Да, значит, heated system, это само по... Active driving assist, active guard. А, значит, Wi-Fi, satellite radio. Еще вот refrigerant у тебя здесь где-то есть у тебя этот... Холодильник? Нет, это где-то холодильник. А вот он здесь и есть. Видишь, здесь холодно вот так. Да. Офигеть. Нужно баночку колочки для леночки там хранить. Спасибо. То есть у тебя вот тут вот все. Короче. Разбираться надо будет долго. Это у нас... Частерство. Да. Это лишнее. Или это чтобы номера прикручивать. А что вы тут разобрали на днях? Собрали и лишние детали остались. Да. Это не теряй. Хорошо. Хорошо. Ну, можно в бардачок положить, да? У меня, по-моему, так лежала X1. Потому что там эту машину мы точно будем покупать и поддавать. И хотя тут та машина тоже вон сыграла свою роль на самом деле. Поэтому слава богу. Ира. Лухари, лухари. Ну что? Роскошно. Роскошно. Ну, естественно, панорамная крыша. Давайте открываем. Давайте открываем. Только так ездить. Только так хочу ездить. Вообще восхитительный. Класс. Может, так. Или даже вот так можно открыть. Мы сейчас так ехали, да? Угу. Класс, класс. Ты довольна? Очень. Спасибо за фарм. Да, это просто. Не просто спасибо. Самое огромное спасибо. Без ребята, Ира, ты же служишь, поэтому не enjoy. Конечно, заслужишь. Во-первых, первые секунды езды. Подожди, главное тут вписаться то, что я сейчас еще пока габаритов не особо чувствую. А, еще последнее. Да. Сигналь. Куда? Вниз. Стоп. Стоп. И ты должна сейчас тоже посигналить. Сигналь, говорю, снимаю. Молодец. Красивый звук. Выезжает. Зачем. Какой салон красивый. Господи. Угу. Какое все вообще просто невероятно, конечно, красивое. Тут это, тут то. Я хочу еще как-то снять вот эту вот штуку. Там видно, что 2, 0. 0 километров в час и стрелочка. Угу. Ну, короче, что-то очень классное. Вот это, конечно, красота. Сваровский. Блестит. Давай, едь уже, я хочу снимать. Я там еду. Тюнлай, антилина, улетелся. Все так красиво. Так. Я хочу, чтобы ты ехала. А у нас не может стоять этот ручной тормоз. Да нет, конечно. Все же хорошо едет. Не знаю почему, но она уже пустая. Не пойду, да? Ты что, сейчас будет в сторис выкладывать? Да. Ира, ну куда приехали? Скажи. Суши. Мы приехали с суши, вообще еще почему развернулись, потому что у него был очень хороший рейтинг. Надеюсь, будет очень вкусно, и здесь нет тараканов. В общем, мы уже читаем книжку. Лучшая книжка на планете. Вот. И, короче, заказали кушать, будем праздновать. Потом поедем. Ира сказала, нужно выгуливать машину. И, да. Милый, мы не хотели, но она сама, нам пришлось поехать в Маутлет. Так, Вадим, объясним, да? Что? Я не хотела ничего покупать. Но нужно, Ира сказала, нужно выгуливать машину. Машина должна ездить, и дальше все как в тумане. Давай рассказывай. Машина, ой, бля, подруливает, да? Типа она видит полосы, и если Ира чуть-чуть съезжает, она ей сама рулем машина подруливает обратно. Едь вот здесь. Ровно, едь, говорит, нормально. Вот. Плюс вот эти штуки. Нет, вот это вот. Видели сейчас рыжая карелла? Это что? Подъезжает машина моя. И это, а что он едет в левой полосе на Аварике? Ладно. Как жесткость? Вообще не жесткая. Мягкая, да? Конечно. Какая. Да. Как управляемость? Хорошо все? Сидите. Высоко сижу, далеко гляжу, и прям у меня ощущение, что я на вершине мира. Ты там и есть. Ты так и заслужила. А давай вот это обсудим. Сейчас. Вот так. О, восхитительное. У тебя закрывает или нормально? Почему закрывает? Этот зеркало. Ну, как? Давай, рассказывай. Вот о чем мы с тобой обсуждали. Что я еще раз хочу напомнить. Уважаемые зрители. Наши посидей на канал. Во-первых, мы не можем заткнуть эту бабу. Мы еще не разобрались, как ее заткнуть. Если есть владельцы в МВ, объясните, как заткнуть эту бабу. Вот. Так, значок этого голоса мы выключали, не сработало. Короче, Ира, вот, ну, типа, сейчас такая умничка и молодец, но Ира в детстве была супер бедная. То есть они прям были бедные, они кушали, я тут я все время говорю, что ты ела колбасный хлеб, а теперь ты ездишь на BMW X6. Как ты думаешь, Ира, за счет чего ты вот это ставила эти цели, да, вот я очень люблю про цели, стремилась? Почему тебе надо было вот копать, чтобы добиться, рыть копытом? Потому что вот этот человек... Почему ты хотела хорошей жизни? Ну, потому что ты всегда помнишь, откуда ты. Ты всегда помнишь, что, через что тебе нужно было пройти, чтобы добиться того, что ты есть сегодня. Вот. Так направо говорит? Нет, я его не слушаю, потому что он может в другое место ездить. Хорошо. И все как-то иду. Ладно, сори. И че, и че? И... Ты помнишь, откуда ты дорогой? Я помню, откуда я... Я помню, что в детстве там не хватало еды, и я всегда стеснялась у мамы попросить денег. Мне казалось бы таким жалким, что мама, мне там нужно на экскурсию, а у нас нет денег. И, короче, и я вот не помню того времени, когда бы я спокойно относилась к тому, чтобы просить денег. И была моя мечта, чтобы я не просила денег. Сама хотела, да? То есть, но это не породило во мне жадность. То есть, есть люди, в которых это рождает какую-то жадность, скупость там и так далее, а во мне это породило жадность к самостоятельности и самодостаточности. Но мне хочется все время быть вперед. То есть, у меня нет внутри стопа, у меня нет внутри мысли, что я могу остановиться никогда, ни за что. То есть, только вперед и постоянно. Это не предел. То, чтобы вы понимали, перебью, прости, пока мы ехали, мы уже обсуждали следующую машину. Ну, типа, какая будет следующая. То есть, как ты думаешь тогда, почему некоторые люди, сейчас скажу, вот, ну, типа, они, ой, не сказать бы лишнего, сейчас придется перезаписывать. Ну, вот некоторые люди, которые родились более-менее одинаково, да, то есть, вот в этой такой, ну, условной бедности, потому что, мне кажется, у всех был какой-то момент, после, наверное, развала как раз Союза, да, что там вообще что-то было очень тяжело. Ну, вот небогатые люди, необеспеченные. Вот они, понимаешь, они покупают себе квартиру в ипотеку на 800 лет, машину в кредит. Если две машины на семью, там, муж с женой, то это же вообще... И они в этом абсолютно счастливы. Они не хотят никуда переезжать, они не хотят, не знаю, строить бизнес, еще что-то делать. Потому что у тебя, например, была история, что ты просто была массажистом, ты всегда была массажистом, но ты приняла решение строить бизнес. Это разные вообще действия в жизни. Как ты думаешь, почему некоторые люди, им достаточно квартиры в ипотеку и двух машин на семью вообще? И они в этом счастливы? Они искренне счастливы? Ну, это сложный вопрос, на самом деле, потому что, наверное... Откуда у тебя бить? Ну, говори, говори. Мне кажется, семья, семья — твой пример, да? И у меня в семье никого не было, кто бы занимался в бизнесе. Но у тебя двое этих... Брат и сестра, и они вообще не такие, как ты. Так они не в бизнесе, да? То есть я могу сказать, что отличает меня от моей семьи? Я очень много путешествую. То есть это очень сильно разнит нас. То есть моя семья, они вообще не путешествуют. То есть я видела очень много мира, разного мира. Я видела Европу много, я видела много Австралии, Канады, Америки. И это очень сильно меняет твое мировоззрение. Это никакой институт, никакой шанс... Как ты не можешь вернуться? Никакое большее образование никогда тебе не дает такой опыт, как будто проживаешь путешествием. В другой культуре. Да? Да. Ты не можешь вернуться из путешествия таким же, каким ты в него въехал. Конечно. Сто процентно. Вообще. Ты приезжаешь с широко, открытыми глазами, ты возвращаешься там в свою страну, ты видишь эти контрасты, и у тебя... И ты хочешь выбрать лучшее, да, ведь? Ну, типа, зачем выбирать? Возникает какой-то диссонанс, и тебе в твоей стране говорят, что надо жить вот так. Ты такая, а я видела по-другому. Да. А я же видела, что можно по-другому жить. Почему нет? Почему не попробовать? И вот это, наверное, сильно нас разнит. И, возможно, люди, которые много-много путешествуют, это является их меняющим фактором, который их меняет очень сильно и делает другим по отношению к их сверстникам. Да. И я вот сейчас говорю да, а сама думаю, я никуда не путешествовала. Я никуда... Но у тебя другие есть, другие факторы. В моей ситуации, это вот если брать... Тебе глаза раскрыла путешествия. Сестра, брат... Ну, она тоже ездила, кстати, сестра. У тебя много где ездила. Ну, не ездила. Ну, не ездила. Ну, ладно. Я просто нигде не... Ну, вот я до какого-то момента не ездила очень никуда. Лет до 23, наверное. А потом начала ездить. Но я уже тогда знала, что мне это точно не подходит. У меня еще бизнеса не было. Я понимала, что налоговая это плохо. У меня бизнеса тоже не было. Ты сколько уже знаешь, что налоговая в России это плохо? Заканчивающаяся история. Днище просто, да. И то есть вот сейчас, конечно, есть огромный поток этой миграции, да, что люди уезжают из-за всех этих спецопераций и прочего всего. Но для меня и для Иры было достаточно причин уехать еще до всего этого дерьма. Ну, то есть, ну, это наше мнение. Я говорю, что куча хороших людей, куча хороших мест в России есть. Все окей. И кто-то абсолютно счастлив жить в России. Я не в состоянии их понять, но я признаю, что они есть. И я даже признаю, что не всем хорошо будет в Америке, потому что Америка — это страна мигрантов, а это значит, надо шевелиться. Это страна тех, кто хочет быть предпринимателем. А Европа, например, страна тех, кто хочет работать на работе за стабильную зарплату, получать стабильность. Европа — это стабильность. И я, конечно, пожила в Европе, и это слишком скучно для меня. Мне нравится тут. Тут идеально. Миллорк — ты в любое время выходишь, и там тусня. Просто люди. Откуда? И самые счастливые люди. Я вообще таких людей счастливых не видела нигде, как на Манхэтт они не ходят. Они там даже бомжи вот в какой-то эйфории. Может, там распыляют что-то, Иль. Помню вас. Это какой-нибудь эндорфин счастья. В общем, вот. Что мы можем сказать? Бесконечности далее, да? Как баслайнер, знаешь? Бесконечность — не предел. Вот. Следующую машину выбрали. Выбрали. Цвет выбрали. Выбрали. Итак, мы счастливы. Ты счастлива, Ириш? Очень. Все, даже это заткнулось. Слушай, твоя выгружка. Ага. Все. Короче, мы очень рады и счастливы. Спасибо большое. Поздравлять можно в комментариях. Можно приходить на Ирину страницу. И Иру торжественно тоже поздравлять. Едем с видом на Манхэттен. Тут красивый вид. Огромные детания. Все у нас восхитительно прекрасно. Погода вообще идеальная. Пришлось закрыть нашу восхитительную панорамную крышу, потому что солнце палит прямо в глаз. В общем, мы поехали в Олдлет. Дорогой, не знаю, как так вышло. Мы поехали в Олдлет. Чуть-чуть себе чего-нибудь классика купить. Я вас целую, обнимаю. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо большое, Ира, за то, что ты наш друг. Спасибо большое. Слава богу, ты богата. Моя любимая фраза. Слава богу, ты богата. Слава богу, ты богата. Слава богу, у тебя BMW. У меня тоже будет BMW. Надо чуть подождать. Потому что у меня не хватает кредит скоро. Но мы подождем. Все в порядке. Пока-пока. Слава богу, ты богата.